Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже неоднократно снимала на своем канале всевозможные видео о том, как я хожу к разным гадалкам, там у меня происходят всевозможные очень интересные ситуации. Слушай, блядь, тебе я прям окуплю. И знаете, на самом деле я правматик. Во всю эту историю я не верю, да и плюс на моем личном опыте ни разу еще не было такого, чтобы любой гадатель, экстрасенс, или гадалка, можно называть их как угодно, разгадали тайный мой план и поняли, что я их обманываю для того, чтобы сделать контент. Потому что концепция всех моих таких видео в том, что я прихожу и выдумываю себе другую личность с выдуманной абсолютно проблемой и выдуманной историей. И несмотря на то, что в этих видео у нас ни разу не было каких-то удачных походов к гадалкам, находятся люди, которые все равно думают о том, что магия существует, на самом деле существуют экстрасенсы и гадалки, и поэтому сегодня я подумала и решила, что может быть нам пойти в другую сторону и попробовать кого-то самостоятельно проклянуть. Сегодня я оборачусь к самым настоящим специалистам в сфере проклятий, мистики и настоящей магии. А если конкретно, то сегодня мы представим, что я хочу проклясть человека, испортить ему жизнь, и мы с вами узнаем, какие услуги предлагают чернокнижники и мастера запретной магии. Как мы оказались в этой точке, я не знаю. Разбираемся. Настоящие маги и сколько стоят их услуги? Финалисты битвы экстрасенсов. Магия, которой брезгуют белые волшебники. И сколько стоит испортить жизнь человеку? Известные маги. Мне очень хотелось узнать, что же происходит с финалистами битвы экстрасенсов. И как можно попасть к ним на консультацию, изучить их социальные сети. Поэтому я решила обратиться к участникам первых сезонов битвы экстрасенсов. Начнем с Анатолия Леденева. Он прославился тем, что он когда-то встретил НЛО, и НЛО передали ему сверхъестественные способности, и теперь он суперэкстрасенс. Я просмотрела все социальные сети Анатолия и увидела, что единственное, что сейчас он может предложить и самого актуального, это монетка на удачу. Я не нашла вообще больше ничего, только монетки и бесконечные ритуалы, разные магические дни. Чтобы вы понимали, данная монетка на удачу действует целый год. И чтобы ее приобрести, нужно уплатить 3333 рубля. Да, вот такая вот четкая сумма за монетку на удачу на год, между прочим. Ребят, надо срочно заказывать монетку на удачу, потому что первые 10 человек, которые ее закажут, они получают сюрприз, но узнать мы можем о нем только, когда получим монетку. 100 часов обдумываю, стоит ли мне потратить 3333 рубля. Или лучше купить какую-нибудь хрень на Вайлберрис. In question. Давайте почитаем комментарии. Ну, тут три комментария, один из которых это тайные знания эзотерика, второе это палец, который показывает верх, И третий. Анатолий, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Евы Торолога. Номер телефона. Кто такой Евы Торолог, я не знаю, но, видимо, эта женщина решила испытать свою удачу, написать его в комментарии. Контакты некой Евы Торолога. Я не нашла вообще больше ничего, только монетки и бесконечные ритуалы разные магические дни. Кстати говоря, справедливости ради, что очень много на его страничке ВК всяких этих ритуалов предлагаются совершенно бесплатно. Там, конечно, есть и платные опции, как магическая монетка, но в целом там можно для себя, наверное, что-то почерпнуть. И с бесплатного. Больше тут я ничего не вижу, ничего интересного здесь нет. И, по-моему, совершенно очевидно, что он не подходит для нашей черной магии. Но монетка на удачу хайп. Вторая, но не по важности, финалистка битвы экстрасенсов. Наталья Бантеева – это известный маг в сфере услуг, у которой можно найти все. От услуги «хочу замуж» до вебинаров. Я говорю, деньгам – да. Удивительно, что денежные вебинары, как правило, бесплатные или стоят всего-навсего 10 рублей. Давайте посмотрим, что же есть на ее сайте. Итак, внимание! Называется это «Центр развития личности». Что предлагает? Это первый и единственный центр в России, в котором можно получить экстрасенсорную, магическую, психологическую и правовую помощь от специалистов. Правовую и магическую помощь. Поехали дальше. В общем, пишут, что тут самые сильные в России маги, ясновидящие, медиуми, целители, которые имеют не только уникальные способности, но и необходимое медицинское, медицинское, психологическое, и юридическое образование. Ты считаешь себя психопатом? Не считай, у меня в диагнозе написано. Достойно уважения. Как только мне понадобится обратиться в «Центр развития личности», конечно же, я обращусь сюда, потому что, ну, очевидно, у людей тут образование даже медицинское есть. Это не просто так. Вам какие-то шарлатаны, савита, которые потом вам предлагают сделать порчину карася. Ой, этого, карася в задницу себе засунулись, чтобы сделать переворот. В общем, вывод этого сайта, что благодаря «Центру развития личности» Натальи Бонтеевой тысячи людей стали здоровыми, любящими и богатыми. Love. Еще у нее, оказывается, есть свое шоу, где она обучает быть экстрасенсами. Нет, вы просто представляете себе это? Там можно прокачать свою магическую мышцу, ну, как бы, у тебя есть два стула, магия или мускулы. В данном случае мы, очевидно, выбираем магию. Потому что теперь это не что-то уникальное, а такой же навык, как, скажем, пройти курсы, кройки и шитья. Но самое интересное в рамках контента именно Натальи для меня то, что несмотря на то, какое огромное количество уделяется юридической, психологической, медицинской помощи у нее на сайте, у самой у нее есть целых пять судимостей. Ну, в целом, мне кажется, на самом деле достаточно непросто будет найти экстрасенсы с огромным опытом без каких-то судебных тяжб. Ну, не знаю, это мое мнение. Может быть, я не права. Кто знает? Экстрасенсы знают! Что я могу сказать? Пока, несмотря на то, что я начала исследовать, я все еще не могу найти человека, который поможет мне на самом деле не иронично кого-то проклеить. Поэтому давайте двигаться дальше. Такие услуги найти достаточно тяжело. Но чем глубже мы будем погружаться в этот асберг, тем больше странных штук мы будем встречать. И сейчас в ход пойдет мое любимое экстрасенсы с авито. Давайте прервемся. Сейчас лето и очень жарко. Так что наносить много косметики вообще не хочется. А вот получаться классно на фоточках хочется. Так что делюсь с вами секретом идеального макияжа глаз. Итак, нам потребуются кремовые тени и пигменты для век. Очевидно, что я буду использовать продукты из коллекции Roomcore, где я являюсь амбассадором. Значит, вот тут у меня есть кремовые тени Go Girl. Pie Girl. Это нежный, лиловый, розовый оттенок над еспрессо, холодный, нюдовый, golden coast, сияющий, коричневый. Пожалуй, я буду использовать именно вот этот. Самый главный плюс кремовых теней это то, что они очень стойкие. Если вы только учитесь краситься, то это супер продукт, ибо он в стике и очень просто в использовании. Сами тени можно использовать как в качестве подложки под сухие тени, так и в соло. Но поскольку я обещала показать вам идеальное комбо, следующими нашими продуктами будут вот такие вот Popping Pigments. Кстати говоря, вот эти вот все тени пигмент названы в честь моих собачек. Sunny Lucky Lucia. Возьму пигменты Sunny и нанесу их поверх тени, которые выступают на супер подложке. Просто посмотрите, какая у них сияющая текстура, с которой макияж получается особенно насыщенным. И это будет просто невероятно круто смотреться как на фотках, так и в жизни. Я просто добавила ресницы, немного тона вместе с SPF, конечно же, вот этого, кстати говоря. И выглядит теперь это как-то так. По-моему, очень круто. Самое прикольное, что даже прическу менять не надо. Получается гранж. Ах да, глядьте, пожалуйста, описание под видео, потому что там оставлена очень интересная ссылочка. А раз уж я затронула несколько ранее тему экстрасенсов с Авито, хочется снова обратиться именно к нему. Ковид, чтобы найти того самого главного черного, злого, чернокнижника-мага. Что ж, давайте посмотрим. Я что-то попробовала найти, и я нашла целый мощный черный приворот с обучением от 500 рублей. Всего лишь 500 рублей, и ты сможешь быть черной магой. Мне кажется, выглядит достаточно справедливо. И, конечно же, безопасно. И, конечно же, адекватно. Ну, вы понимаете. Итак, давайте посмотрим фотографии. Исходя из того, что я вижу, я вижу то, что в этом как будто бы нет никакого смысла, потому что нагородили все, что было. Я тебе слепила из того, что было. Ладно, давайте почитаем прайс-лист. Обучение с нуля. Целых 500 рублей за услугу позвучит так, как будто бы я сейчас ему напишу, чтобы мы с вами могли обучиться с нуля и узнали, что же нам все-таки нужно сделать для того, чтобы стать черным магом. Итак, описание. Меня зовут Аркадий, я практикующий черный маг, с об этом работы, бла-бла-бла-бла-бла. В общем, он крутой. Еще он умеет диагностику физического тела, негативные программы, зеркальная защита Мансур, экзорцизм можно сделать из него, есть проворот на карасе. Вечный приворот черное венчание, очень сильный. Подожди, мне даже стало интересно, посмотрите, что такое вечный приворот. Ну так, давайте изучим тему. Ну, первое, что выдает поисковик, это фильм 2021 года. Так, стоп. Это фильм. И вторая ссылка, это фильм. И третья ссылка, это один сплошный фильм. Это что? Это что, мак-разводник? Это он придумал несуществующий приворот, который на основе фильма? Как же так? Я напишу. Пишем, здравствуйте. А подскажите, есть ли у вас в списке услуг проклятия и сколько это будет стоить? Интересно, посмотрим, сколько прайс он выкатит, учитывая, что в целом у него услуги от 500 рублей. Потому что, по моему опыту, когда я ходила к экстрасенсам-гадалкам, там в целом выкатывали прайс, ну, типа, 1030-40. Ладно, очевидно, это все похоже на какой-то развод, потому что я проследила за всем интернетом 100-500 миллионов тысяч лет, но так и не нашла ответа на вопрос, что же такое приворот черная свадьба. Нет, ну, серьезно, если вы знаете, расскажите, я не нашла, просто тут один фильм, больше ничего, кроме этого фильма, не выдают в поисковике. Видимо, обучиться, на самом деле, кого-то проклясть, это действительно сложно, но, пользуясь случаем, я нашла такой раздел, как бизнес-магия. И это не курсы в запрещенной социальной сети. Бизнес-магия, в общем, разбираемся. Что ж, пока я искала информацию о том, что же такое бизнес-магия, я единственное, что нашла, на самом деле, достаточно стрёмный сайт, где можно проклясть любого человека. Я даже не знаю, как вам сказать, но в интернете существует сайт проклинатор, где ты можешь зайти, но пока ты будешь сходить, из тебя будет выходить сущность в виде гномика и кого-то проклянуть. Одно действие, и вы счастливы. Давайте кого-нибудь проклянем. Кого будем проклянуть, дорогие друзья? Смотрим. Так, кого прокля... Вы видите, что здесь написано? Всех сужден скрыжет. Почему? Нет, это, очевидно, сделали какие-то конкуренты. Вот это, это точно та самая бизнес-магия, о которой мы говорили только что. Это вот она. Боже мой, нет, ну это, конечно, люди, да, люди уникальные случаи. Я даже не знаю, что сказать. Я в замешательстве. Так, пока я всем этим занималась, мне ответил потрясающий молодой человек экстрасенс Савита. Давайте откроем вместе, потому что я еще не открывала, что он там написал. Вот помните, что я говорила до этого? 30 тысяч я говорила. Сколько он прайс выкатил, как вы думаете? Нет, ладно, не 30 тысяч. Вы провалились, если вы, мои маленькие экстрасенсы, не смогли угадать точную цифру, потому что он назвал 20 тысяч. А подскажите, как она будет действовать? Что можно самое ужасное сделать с человеком? Очень нужен результат. Стоимость не проблема. Человек очень плохо поступил. Нужны самые жесткие последствия для него. Порча на смерть. Оптимальный вариант. Ну что ж, шутки кончились бы, потому что Черный Макс Авито, финалисты битвы экстрасенсов. Кстати, если хотите, чтобы я пошла в актуальному финалисту битвы экстрасенсов или кому-то из того, кто сейчас хайпит в этом составе, то обязательно напишите. Что ж, ну пока мы рассуждаем с вами про потенциальную битву экстрасенсов и актуальный состав, что хочу сказать. Я нашла один очень страшный туториал. И вот здесь уже ничего хорошего, ничего приличного. Если честно, я не думала, что такие туториалы в принципе можно будет найти. Я подумала, что ладно, сейчас мы тут утропл-прикол сделаем, но по факту это страшно. Очень страшно. Итак, я нашла просто гигантский туториал, в котором есть все стадии того, что нужно сделать, чтобы кого-то проклясть. Причем, как я понимаю, это сайт, который буквально располагается на Вики Хау на английском сервисе и его перевели. То есть, такие туториалы действительно есть. Они гуглятся, они пользуются достаточно большой популярностью. Это не какой-то нишевый сайт для особых только черномагичных чувачков. Первое. Здесь написано о том, что вы должны помнить о возможных последствиях. В принципе, валидно, потому что, если мы кого-то проклинаем, если мы, конечно же, очень сильно верим, то человек, по идее, должен получить это проклятие и этот дебаф с ним будет достаточно долго. Второй этап. Предупреждение. Знаешь, что это может к тебе вернуться? И тут же идет сноска, что среди ведьм распространено мнение, что проклятие неэтичное и, как следствие, вернуться к проклинающим в той же форме, в которой они были даны. И если вы кого-то проклинаете, то будьте готовы к тому, что неудача посетит и вас. Окей, третий пункт. Нас все еще предостерегают удуматься. Не спеши, удумайся. Подумайте о том, чтобы простить и двигаться дальше. Подумайте, почему вы хотите отомстить и действительно ли это стоит вашего времени и энергии. Скорее всего, ваше время и энергию лучше потратить на продвижение своей жизни вперед, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных эмоциях, от которых вам будет только хуже. Ну и также здесь есть небольшая сноска о том, что есть некие исследования, которые показали, что месть заставляет людей чувствовать только хуже. И люди получают не удовлетворение от того, когда совершают некую вендетту, а наоборот, им становится только гаджи. На самом деле, интересная тема для размышления. Ну, не то, чтобы я кому-то часто в этой жизни много мстила, но каждый раз, когда была такая ситуация, все-таки в моем случае, когда я чувствовала, что вот, ха-ха-ха, справедливость восторжествовала, мне было хорошо. Понятное дело, что специально я ни за кем не бегала и не пыталась, уф, я тебе сейчас там еще такого не было. Но да, когда человек, который что-то плохое для меня сделал, случалось что-то тоже плохое, я не иронично радовалась. Интересно, как это у вас работает. Помогает ли вам месть отпустить ситуацию или наоборот она все усугубляет? А теперь настоящий туториал. Ну, для начала формируем свое намерение. Защищаем себя. Написано, что защита это очень важно, поэтому прежде чем мы кого-то проклинаем, нам нужно убедиться в том, что на нас есть защита, защита заклинаний или какие-то защитные амулеты. Потом, после этого всего начинается вторая часть и это уже непосредственно подготовка. Часть 1. Собираем материалы. Нужна стеклянная банка. Отлично подойдет большая широкая банка для маринадов, но подойдет и любая другая стеклянная банка аналогичного размера, для чего пока не указано. Шаг номер 2. Добыть куклу. Под куклой обычно понимают куклу, которая имеет сходство с объектом проклятия. На самом деле, это может быть что угодно, что символизирует вашу цель, включая фотографию, прядь его или ее волос или даже лист бумаги с его или ее именем. Также тут есть достаточно жуткий подпункт в том смысле, что кто-то реально это делает. Ну, типа, значит, слушайте, если вы собираете обрезки волос или ногтей своей жертвы, убедитесь, что делаете это незаметно, предпочтительно взяв из мусорного ведра. В противном случае вы рискуете нарваться не только на свою жертву, но и на власти. Серьезно? Как можно из мусорного ведра чьи-то волосы или ногти вытащить? Пожалуйста, скажите мне. Вот кто-то, хотя бы один человек, один человек, с того, кто смотрит видео, кто-то копался в помойке, чтобы найти чужие ногти или волосы. Вот один. Нет, даже если бы мне очень сильно нужно было кого-то проклянусь, и я бы в это верила, но вряд ли бы я полезла копаться в мусорку человека в надежде найти его волосы или ноготь. Это вообще, блин, как? Я не понимаю. Ну, хорошо, наверное, то, что я не понимаю, потому что если не понимаю, другие не понимают, это значит, если другие не понимают концепции, как найти в помойке ногти, значит, меньше потенциальных проклинателей. Think about it. Третий пункт. Собирайте предметы медиуму. У этого слова есть много определений, но в данном случае медиум относится к веществу, через которое вы будете передавать свою плохую энергию, то есть свое проклятие. И любой из следующих предметов послужит сильным медиумом. Это уже начинает реально быть стрёмным. Но есть, например, интересная опция, которая называется моча. Пометка «Ваша собственная». Спасибо. Моча должна быть добавлена в банку, чтобы помочь вам... Попытка номер два. Моча должна... Продолжаем. Моча должна быть... Моча, ваша собственная, может быть добавлена в банку, чтобы помочь вам добиться господства над вашей целью. Избегайте использования чужой мочи и крови, поскольку они представляют биологическую опасность и могут вызвать у вас заболевания. Ха! Я не выдерживаю. Ну и есть еще, конечно же, классика, не стареющая, как и битва экстрасенсов. Это земля с кладбищем. Ее добавляют в банку, чтобы разлучить людей или чтобы кого-то прогнать. Ну и тут еще есть небольшая износка, что не обязательно всю эту адскую кашу заваривать в одной единственной банке. Достаточно использовать, ну, двух каких-то позиций. Я выбираю мочу и землю. Дальше идет полноценный туториал, как эту банку подготовить к тому, чтобы она была настоящей банкой с проклятиями, а не какая-то глупая банка. Я бы, честно, обосралась, если бы я пришла к кому-то своих знакомых домой, а там какие-то консервированные банки с мочой, землей и куклами вуду. И типа, ну, как бы, если бы это не была бы деталь интерьера, хотя, как и деталь интерьера, весьма сомнительна. Сказала человеку, у которого все в Бакуга, но это другое. Короче, я не знаю, странно. Я бы не хотела, чтобы у кого-то из моих друзей была такая хреновня. Даже несмотря на то, что я в это все не верю. В общем, там был туториал. Но дальше идет пункт, который числится под частью 4. То есть пунктов много, а частей не так много. Здесь написано, что использовать психологию для того, чтобы усилить проклятие, нужно обязательно. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о том, что какая-то вся эта экстрасенсорная, гадательная штука это работа с психологией, это буквально оно и есть, потому что даже, блин, в туториале об этом черном по белому написано, что очень важно использовать психологию для того, чтобы усилить свое проклятие. Потому что чем больше ваша цель убеждена в том, что она проклята, тем эффективнее будет ваше проклятие. Ну и жесть. Кстати, если хотите, чтобы я пошла к актуальному финалисту битвы экстрасенсов или кому-то из того, кто сейчас хайпит в этом составе, то обязательно напишите и поставьте лайк, потому что их услуги как бы не 3 копейки стоят из реально очень дорогого удовольствия. Плюс, скорее всего, мне многие не возьмут, поэтому я думаю, что мы можем это провернуть. Может быть, даже через какого-нибудь подставного человечка из окружения моих друзей. Но это будет реально сложно, дорого и долго. И если вам это интересно, то обязательно ставьте лайк. Это единственное, что требуется для того, чтобы я потратила кучу денег, нервов, времени и, возможно, реально, моя подружка какая-нибудь словит адское проклятие. Ну или я сделаю такой адский грим, что просто сойду с ума, но меня никто не узнает. В общем, ребята, все за вами. Ах да, по этой теме смотрите еще вот это видео.